Сегодня почти закончим с SQL и с его продвинутыми возможностями. Рассмотрим DCL, некоторые команды и варианты команд, которые мы еще не рассмотрели, которые позволяют делать более сложные и интересные вещи с запросами, с обработкой данных. Поехали. DCL, последнее, четвертое подмножество нашего глобального множества команд SQL, позволяет, соответственно, нам контролировать данные путем предоставления доступов и разрешений на операции с ними. Для чего это вообще в принципе нужно? Ну, в первую очередь, это обеспечение безопасности данных на уровне, ну, такой логики, что ли, функционирования базы. За счет того, что мы можем определить роли, определить привилегии этих ролей, определить, соответственно, к каким объектам, какие роли имеют доступ, и какие действия над какими объектами они могут совершать. В Postgres по большому счету реализованы, можно сказать, полторы модели управления правами. Ну, основная это role-based Texas control. Она реализована в полной мере, и есть некоторые черты, реализованные от модели контроля, модели разграничения доступа на основе атрибутов объектов. Ну, посмотрим подробнее, что такое role-based Texas model. Postgres использует концепцию ролей для управления разрешениями на доступ к базе данных. Есть еще понятие пользователей, ну, то есть, прям физически, есть команды, связанные с предложением user, create user, alter user, grant, что-то там, там, в пользу юзера. Ну, и здесь надо понимать, что на данный момент в Postgres команды, связанные с термином user, с термином role, они синонимичны, но сейчас правильнее будет употреблять термин role в ваших командах. Роль, соответственно, можно рассматривать как пользователя базы данных или как группа пользователей в зависимости от того, как роль настроена. То есть, в рамках одной роли можно определять не только, ну, можно передавать привилегии, и эту роль можно передавать не только конкретному человеку, да, можно передавать группе пользователей, с одной стороны, а с другой стороны в рамках роли могут быть другие, как бы, суб-роли, которые имеют, соответственно, да, вот, которые, соответственно, имеют доступ к привилегиям своей, ну, такой вот, материнской или групповой роли. Или не имеют, ну, в зависимости от настроек, все можно сделать, на самом деле, довольно гибко. Вот схематично можно изобразить следующим образом то, как существует модель разграничения доступом на основе ролей. То есть, у нас есть некоторые основные абстракции, скажем так. Есть понятие объекта, понятие действия. Ну, то есть, у нас есть какая-то группа объектов в базе данных, мы над ними можем совершать какие-то действия. А совместно это все называется привилегией, какие действия над какими объектами мы совершаем, и какие-то привилегии, какое-то их количество входит, объединяются понятием роли, и роль мы можем предоставить какому-то пользователю. Ну, пользователю не в смысле команды, не в смысле предложения юзеру, опять же, да, в SQL, а в смысле пользователю непосредственного базы данных. Основные абстракции. Ну, соответственно, здесь все то же самое, но чуть подробнее, да, то, о чем мы только что сказали. Единственное, пользователь, соответственно, может получить, ну, как некоторое количество ролей, не обязательно одно, но тоже, наверное, понятно по, что ли, определению, по общим каким-то основным моментам. Основные объекты Postgres перечислены на слайде. Ну, в первую очередь, понятно, что это таблицы, можно, опять же, обратите внимание, обращаться к столбцам, можно обращаться к представлениям views, последовательностям, ну, это более продвинутые штуки, которые могут генерировать последовательности величин, последовательности данных. Можно непосредственно базу данных считать объектом, функции, хранимые процедуры, схемы и табличные пространства, все это может быть объектом. Ну, и не только это, скажем так, но вот с теми, с которыми вы сталкивались уже или еще столкнетесь в рамках курса, вот это, пожалуй, основные, даже, наверное, с некоторым запасом. Соответственно, в отношении всех этих объектов можно гарантировать, можно предоставить какую-то привилегию, привилегию, все это обозначить в качестве какой-то роли. А основной синтаксис, ну, несмотря на то, что у нас основные команды на наших слайдах были перечислены, на протяжении курса мы перечисляли всего две, да, Grant и Revoke. В данном случае CreateRoll – это не самостоятельная команда, получается, а такая производная от команды Create и указанием на определенный объект, который создается в данном случае, роль. Поэтому, ну, в данном… Можно как бы, да, говорить, что это тоже часть синтаксиса DCL, CreateRoll команда. Можно это не говорить, как… Можно об этом не говорить, специально не упоминать, поскольку это, повторюсь, не специфически DCL команда. Ну, на всякий случай оговорюсь, да, в тестах… То есть в следующем просто не будет такого вопроса, будет, входит ли CreateRoll в синтаксисе DCL или нет, чтобы не путаться. Так что на этот счет не переживайте. Но, тем не менее, мы можем создать роль, общий синтаксис, он приведен на экране, там довольно все просто. И приведен пример того, как создается роль с некоторым атрибутом, в данном случае пароль. В стандарте, ну и помимо стандартов документации SQE, постгресса, прошу прощения, перечисляется большое количество атрибутов, ну, вернее сказать, параметров, да, как, если бы говорить терминологией условного синтаксиса, большое количество параметров, которые можно использовать при создании роли. Можно назначать роль в качестве админа, можно разрешать роли логиниться в сеанс, ну, там довольно большой перечень, можете посмотреть, в принципе, там ничего сложного нет. Параметр роли определяет ее полномочия и взаимодействие с системой аутентификации клиентов, да, и для изменения атрибутов роли, соответственно, ну, по аналогии с тем, что мы уже видели для, в частности, таблиц, применяются команды alter, drop, точно так же совершенно. Здесь никакой специфики нет, и, опять же, повторюсь, команда create user теперь является просто синонимом create role, ну, теперь с версии 8.1 постгресса, то есть почти ровно половину версий назад произошло такое слияние, ну, маленькая историческая ремарка. Что касается непосредственно команд grant revoke, вот по команде grant позволяет нам, во-первых, ее синтаксис тоже приведен на слайде, во-вторых, она нам позволяет, повторюсь, предоставить какие-то дополнительные привилегии в отношении каких-то объектов или действий для уже созданных ролей, и команда revoke, соответственно, делает обратное, позволяет эти привилегии забирать. Команда grant имеет две основные разновидности, это назначение прав доступа к объектам и назначение роли одних ролей членами других ролей. Вот здесь на слайде с синтаксисом указано, что первая часть, она видно, что относится к объектам, вторая после предложения to позволяет указать роль и позволяет, соответственно, указать там дальше, то есть какой роли и granted by указание роли позволяет указать, к какой группе ролей можно отнести текущую роль. Примеры grants insert on films to public, соответственно, позволяет нам для роли паблик, это паблик-ключевое слово в данном случае обозначает роль такого общего доступа. мы для пользователя по умолчанию предоставляем ему возможность вставлять в таблицу фильма какие-то данные. Второй пример позволяет все возможные привилегии для некой таблицы kinds предоставить пользователю мануэль, и последний пример, соответственно, позволяет у нас в роли админов включить пользователя Joe. Revoke, соответственно, как уже было сказано, это обратная команда, то есть здесь синтаксис похожий в плане того, что мы тоже должны указать, либо что мы забираем, какие привилегии в отношении каких объектов или какие действия запрещаем совершать, и указать, должны также роль, и можем указать, соответственно, из какой группы ролей, какая роль исключается. Мы можем также указать, да, option, grant option for, соответственно, мы можем отозвать право передачи текущей привилегии от какого-то пользователя, но не саму эту привилегию. И если мы не указываем, не специфицируем на нашу команду грант, то право и распоряжение им отзывается по умолчанию совместно. Примеры, ну, соответственно, тоже довольно простые здесь. Делаем все то же самое, что на предыдущем слайде, но в обратном порядке, на позапрошлом, вернее. Забираем у роли паблик возможность вставлять данные в таблицу фильмов, забираем все привилегии у роли Мануэль из таблицы Кайнс, и из группы админов исключаем роль Джо, из-за роли админов. Групповой роли так вот получается. Включаем роль Джо. Так, ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Более продвинутые функции SQL. Значит, рассмотрим для начала общие табличные выражения. По большому счету общие табличные выражения, мы с вами их практически умеем писать, и ничего в этом сложного нет. Ну, для некоторых, в принципе, уже, наверное, это понятно, потому что кто-то, может быть, успел на семинарах пройти. А, по сути дела, это те же самые подзапросы, о которых мы с вами говорили несколько лекций назад, только синтаксически выраженные в более простой форме и, ну, правда, имеющие определенные нюансы с точки зрения выполнения. Ну, во-первых, что можно сказать по выполнению, это то, что у нас в общем случае у нас общие табличные выражения выполняются всегда единожды и перед основным запросом. То есть, случаев, когда как с выполнением связанных под запросов мы могли попасть в ситуацию возрастания сложности выполнения квадратичной и более, потому что у нас, по сути, получался вложенный цикл с общими табличными выражениями такое поведение по умолчанию недопустимо. Они выполняются, повторюсь, единожды. Также у нас получается, можно разделить условно операторы, которые совершаются внутри общего табличного выражения сети и которые совершаются после. Соответственно, внутри сети у нас могут быть select, insert, update или delete, а после тоже insert, update или delete или merge. То есть, в принципе, здесь все тоже довольно тривиально. что еще нужно сказать, что сначала, ну да, у нас все внутри WIF выполняются, только потом выполняется предложение from, как уже было сказано, и в соответствии со стандартом запросы, содержащие сети, должны выполняться, как если бы каждая сети была вычислена один раз. это относится к тому, что у нас внутри Common Table Expression может быть еще какие-то вложенные выражения, здесь сложности у нас не ограничены по умолчанию, и тем не менее, все равно это все будет выполняться единожды перед основным запросом, то есть, да, вот здесь на слайде уже на синтаксисе более понятно, что with recursive запрос with и какие-то какое-то определение запроса, а потом это все соответственно Common Table Expression, и потом идет основной select у нас. Вот все, что перед selectом у нас выполняется перед selectом буквально, то есть, порядок выполнения запроса у нас здесь дополняется. Как вы помните, у нас начинается с from, потом where, потом ну и потом так далее, from where идет из основного selectа, а в случае наличия общего табличного выражения перед from из основного select запроса у нас будет выполняться сначала, тем не менее, Common Table Expression, и если там у нас будет свой select, запрос соответственно будет у нас идти по общим правилам selectа, начиная со своего запроса from и так далее по порядку выполнения запроса. что такое запрос with в определении это имя запроса with и дальше имя столбца можно его опустить, если у нас не рекурсивный запрос, и далее мы можем соответственно делать либо выборку путем selectа, либо, как говорилось, использовать иные операторы, оператор values, кстати, у нас позволяет возможность сделать просто-напросто таблицу из неких константных величин. Values, ну давайте, наверное, здесь сразу оговоримся, это нам будет для рекурсии полезным, для понимания, то есть values мы отдельно его не рассматривали в рамках курса до сих пор, но если вы обратитесь к документации того же Postgres, то увидите, что values в списке команд выделен отдельно и по сути дела результат выполнения команды values как таковой самой по себе, что называется, это возврат таблицы с тем количеством значений, которое у нас values после скобок внутри скобок определено, при этом все значения будут в одной строке вот этой итоговой таблицы и мы можем объединяя несколько запросов values подряд за счет команды Union, ну вот так вот искусственно создавать по сути дела таблицу из констант в ходе выполнения запроса. Для чего это нужно? Ну, как бы бывают случаи, скажем так, но в общем виде, конечно, так делать не надо, если у вас есть какой-то набор константов величин, просто запишите их как константы внутри запроса и не надо делать дополнительных команд с запросов с командой values для создания дополнительных лишних таблиц. Ну, окей, сейчас дойдем до рекурсии, будет чуть более понятно, что все это означает. А пример CTE, да, соответственно, что здесь мы делаем? Ну, вот у нас основной селект-запрос, в общем, все понятно, наш типичный селект-запрос с группировкой, с выборкой по, даже с подзапросом, кстати говоря, с выборкой по вхождению региона в некоторое множество регионов топовых. При этом обратите внимание, у нас вот этот вот предварительный запрос CTE, даже два их, во-первых, мы можем их через запятую, после единственного оператора wave, после единственной команды через запятую, мы их можем перечислять, псевдонимы мы им назначили, да, и получается один CTE у нас пошел под запрос основного запроса селект, другой CTE у нас оказался в качестве в качестве еще в качестве таблицы, из которой также у нас под запрос вытаскивает данные уже во втором CTE, то есть первая CTE регионал сейлс у нас появляется во втором CTE топ регионал сейлс сам топ регионал появляется у нас под запрос основного запроса никаких проблем с этим нет, пожалуйста, группируйте так, используйте под запрос прошу прощения общее табличное выражение везде, где уместно использовать ссылаться на таблицу, потому что результат выполнения CTE это у нас некое результирующее отношение, некая результирующая виртуальная таблица. И вот в данном случае у нас выдается итоги по продажам только для передовых регионов. Продолжение УИФ определяет два дополнительных оператора. об их использовании мы уже с вами сказали, что один используется в другом, а второй используется в основном селект запросе в качестве внутри даже под запроса. Можно было бы переписать без УИФ, как справедливо сказано на слайде, но тогда у нас в под запросах было бы, в частности, в этом под запросе основного запроса было бы несколько уровней вложения селектов, несколько вложенных селектов, что, конечно, на мой взгляд и на взгляд многих сильно бы ухудшило читаемость того, что мы с вами здесь видим. Окей, давайте рассмотрим рекурсию. Рекурсия это, по сути дела, специальный вид Common Table Expressions и и на самом деле, хотя это все называют рекурсией, это в стандарте называется рекурсией, документация того же Postgres'а называется рекурсией, это не рекурсия, это итерация, и по большому счету исследователями баз данных в 80-х, 90-х годах было доказано, что мы нашим декларативным SQL'ем описать рекурсивный запрос не сможем надлежащим образом. синтаксис практически не меняется за исключением обязательного включения в него дополнительного ключевого слова, ключевого предложения рекурсия. Соответственно, используя рекурсию, мы даем команду нашей СУБД, что мы хотим сделать наш запрос рекурсивным. Что значит в данном случае рекурсивность? Это означает то, что он под запрос как бы, прошу прощения, Common Table Expression, конечно, не под запрос, что наш сети как бы обращается к собственному результату. Вернее, не как бы, он обращается к собственному результату, но и мы понимаем, что обращение к собственному результату, это как бы обращение к самому себе, но на самом деле нет. Мы просто используя промежуточные схемы для хранения Промежуточные отношения, промежуточные виртуальные таблицы для хранения результатов выполнения каждой итерации в итоге получаем такой же результат, как если бы мы действительно использовали рекурсию, то есть вызывали бы наш запрос изнутри него самого повторно, столько, сколько там предполагается по условиям, собственно, запросам. Для чего вообще нужны рекурсивные запросы? Для того, чтобы в первую очередь извлекать данные, имеющие по сути своей иерархическую структуру, но которые, тем не менее, хранятся в таком, условно говоря, плоском виде, в виде наших отношений реляционных, в виде таблиц, по сути дела. Причем таблиц не как, да, вот мы храним графы в табличном представлении, а в несколько ином виде, сейчас посмотрим, как именно. Но давайте посмотрим сначала на примитивный пример рекурсии, вот это прям, не буду даже приписывать себе лишних заслуг, вот это вот просто цитата из документации Позгресса, здесь такой пример предлагается рассмотреть. Что здесь происходит? Здесь происходит, на самом деле, очень простая штука, здесь суммируются числа от 1 до 100. И вот итоговый селект наш основной выведет, соответственно, нам там, ну, больше 5 тысяч в сумме результатов. Причем выведет он нам в виде одной, одного скалярного значения, хотя на самом деле вот здесь вот у нас будет появляться довольно большая таблица, которая в итоге, на самом деле, вот здесь вот схлопнется. Давайте попробуем разобраться, что происходит поэтапно. Во-первых, из чего состоит рекурсивный запрос в данном случае? Вот у нас есть несколько его частей. Вот эта вот верхняя рамочка красная, в которую заключено обращение к некой таблице, по сути, ну, не таблице, прошу прощения, к некой переменной в данном случае. То есть мы помним, что по... Так, немножко далеко, да? То запрос with у нас начинается с имени запроса. И вот в примере мы с вами видели, что это просто-напросто после with идет имя запроса, которое мы произвольно назначаем сами. И в данном случае мы произвольно назначили некое имя запроса и указали в нем на столбец, тоже в данном случае произвольный. И это важно, потому что у нас столбцы должны... Их количество должно соответствовать внутри нашего рекурсивного запроса. Должно соответствовать тому количеству столбцов, которые мы определили вот в этой такой, что ли, переменной нашей, условно говоря, которую мы используем для рекурсии. Нерекурсивная часть. По сути дела, это все, что идет после скобки и до команды union или union all. В данном случае union all, да? Вы помните, union all у нас сохраняет все повторяющиеся строки. По сути дела, присоединяя каждую новую строку к уже имеющимся. А просто union у нас тогда бы что сделал? У нас бы он исключал строки повторяющиеся. Ну, затирал, по сути дела. И после команды union или union all у нас идет, собственно, рекурсивная часть. И в данном случае что у нас происходит? У нас select запрос... Ну, во-первых, values. Да, давайте все-таки с ней рекурсивной части. Values 1, как мы с вами чуть раньше сказали, команда values у нас вернет строку таблицы. В данном случае у нас, по сути дела, вернет скалярное значение. Будет у нас не строка, а единственная таблица из единственной ячейки, в которой у нас будет значение единичка. Вот что у нас здесь делает нерекурсивная часть. Что у нас делает рекурсивная часть? Она, обращаясь к столбцу n, добавляет в него единичку, да, из таблицы t. До тех пор, пока у нас значение n не будет равно сотне. Казалось бы, окей, да, почему это все у нас будет работать больше, чем один раз. Собственно говоря, вот почему. Потому что порядок выполнения рекурсивного запроса, то есть порядок выполнения CTE с вот этим вот ключевым словом recursive, у нас изменяется, у нас появляются промежуточные этапы хранения наших промежуточных, собственно говоря, результатов. Какой порядок? Да, здесь циферка 2 должна быть. Какой порядок? Вычисляется нерекурсивная часть. Для Union надбрасываются дублирующие сроки, все оставшиеся сроки включаются в результат рекурсивного запроса и также помещаются во временную рабочую таблицу. При этом важно также понимать, что у нас вот, грубо говоря, очень грубо говоря, вот двойные, тройные и так далее, кавычки, вот мы вот это обращение, вот это обозначение t в скобках n, n как некий столбец, как некая колонка, мы это можем рассматривать как своего рода переменную. И у нас количество вот этих вот переменных столбцов должно совпадать с тем, что у нас получится в нерекурсивной части количеством столбцов и в рекурсивной части. То есть, если бы у нас здесь было n, 1, n, 2, n, 3, у нас бы здесь values должно было быть 1, 2, 3 и так далее по количеству столбцов в нашем имени CTE. И вот здесь вот в рекурсивной части также у нас select запрос должен был бы выдавать количество столбцов, равное количеству столбцов в имени нашего общего табличного выражения рекурсивного. Хорошо. Далее. У нас помещается во временную рабочую таблицу наша нерекурсивная часть. И пока рабочая таблица не пуста, повторяются следующие действия. Вычисляется рекурсивная часть. Так что рекурсивная ссылка на сам запрос обращается к текущему содержимому рабочей таблицы. Происходит, в принципе, то же самое. У нас вычисляется, добавляется все это в некую таблицу, но уже промежуточную. И далее содержимое рабочей таблицы заменяется содержимым промежуточной таблицей, а затем промежуточная таблица очищается. То есть пока у нас не окажется результатом вот этого запроса пустая таблица, то мы не остановимся в выполнении. И остановка произойдет, ну, соответственно, по условию в данном случае, что n меньше 100. Как это все еще можно понять, ну, как бы более, что ли, на пальцах для себя? Можно попробовать вот что сделать. Попробовать разложить вот этот вот запрос рекурсивный на нерекурсивные части, попробовать его переписать. Тогда у нас вот это values 1 должно стать create table n, table t, прошу прощения, с колонкой n, и мы туда добавляем значение единичка. И вот мы, в отличие от рекурсивного запроса, у нас здесь появляется виртуальная таблица, не существующая в базе нашей, которая условно называется рабочая. Здесь мы ее прямо-прямо создаем, если мы пытаемся, да, вот разложить для себя, воспроизвести рекурсивный запрос нерекурсивно. А рекурсивную часть рекурсивного запроса мы повторяем вот следующим образом. Select n from t и union all select n плюс 1 from t, where n меньше 100. Единственное, что вот эта часть вот в этой рамочке, она выполнится, конечно, единожды. Для полного тождества нам пришлось вот это вот все заключать в функцию или в процедуру. И в функции или в процедуре нам проверять условия и итерировать вот этот вот select запрос столько, сколько потребуется дополнительно еще и его результаты, добавляя в нашу исходную таблицу t, которую мы прям физически создали. Вот, в принципе, наверное, и все, что нужно попытаться понять о рекурсивном запросе вот на таком базовом уровне. Для простоты я вам предлагаю просто руками попробовать поиграться с рекурсией с простыми какими-то элементарными запросами, взять тот же вот этот вот запрос по вычислению первых 100, натуральных целых чисел и посмотреть, да, вот что будет, если там поменять один параметр, поменять другой, поменять количество колонок, поменять вместо суммы, поставить, например, просто в основном цели к запросу поставить просто выборку всего, что получится в рекурсе и так далее. Но в целом, да, надо просто понимать, что у нас каждый раз к вот этой нашей первой, ну, в данном случае, первой строке добавляется новая строка, и когда у нас, ну, сначала у нас появляется две, сначала у нас появляется строка с единичкой, здесь у нас появляется тоже одна строка, но с двойкой, она добавляется вот сюда. Далее мы прибавляем здесь единичку, и у нас появляются строки 2, 3, мы их опять добавляем вот сюда, потом у нас появляется, здесь у нас уже строки 1, 2, 3, мы добавляем единичку, появляются строки 2, 3, 4, мы их добавляем опять в исходную нашу, ну, в рабочую нашу таблицу, появляются строки 1, 2, 3, 4 и так далее до тех пор, пока мы не дойдем до 100. А потом у нас все схлопывается в основном select-запросе с помощью агрегирующей функции сам. И выводится просто скалярный результат сложения всех первых 100 чисел. Результат 550. Можете там проверить, запустить запрос, проверить результат, посмотреть. Например, если мы, как раз, как я и говорил, уберем из внешнего select-запроса функцию суммирования, то из основного select-запроса 100 у нас получится просто набор наших данных до сотни. Причем, что интересно, почему у нас здесь 100 будет. Потому что вот здесь вот, когда мы будем выбирать последний раз из нашей рабочей таблицы все значения и прибавлять к ним единичку, у нас условие n меньше 100 еще не сработает. У нас сработает условие, у нас выберутся все значения до 99, мы к ним прибавим единичку, у нас появится 100. То есть вот этот select работает корректно, и мы вот то, что получилось в нашей рабочей таблице, вернее, в промежуточной таблице, с единички по 100, по сотню мы соединим командный union all с нашей рабочей таблицей, и уже на следующем шаге у нас рекурсию закончится, потому что мы как раз n равно 100 найдем на нашей рабочей таблице. Поэтому здесь это корректный результат, он получится в том числе и у вас, здесь не надо этого как бы страшиться. Это не баг, это фича, это особенности обработки рекурсии, потому что здесь мы, соответственно, на этапе 99, когда мы выберем все значения до 99, а потом прибавим единичку, мы получим сотню. Поэтому все корректно. Ну, это примерно как вот в цикле while условия у нас, идет проверка условия после совершения операции. Вернее, прошу прощения, перед совершением операции, конечно же. Давайте посмотрим на более сложный пример. Вот у нас есть таблица parts, мы хотим посчитать, сколько деталей нам нужно для нашего продукта, our product. То есть, our product – это некий агрегированный продукт, состоящий из некоторого количества деталей. А у него есть, соответственно, части и субчасти. То есть, вот это вот все, если вы обратите внимание, будет построено в виде графа, вершинами, в виде дерева даже. И на верхушке дерева верхним самым узлом будет our product. От него будут отходить, соответственно, 4 дуги к вершинам bolt, 4 дуги к вершинам nut, 4 дуги к вершинам washer. И уже от bolt, screw и washer будут отходить, ну, в данном случае от bolt, конечно же. А, и от washer тоже, прошу прощения. И от вершин bolt и washer будут отходить еще дуги к screw. От screw будет отходить дуга к metal, от washer будет отходить друга к rubber. Ну, вот, соответственно, такое вот у нас дерево получается раз, два, три, четыре, четырехуровневое максимальную глубину. И мы хотим, соответственно, посчитать, сколько деталей нам нужно для каждого нашего продукта, вот этого конечного Our Product, и наш ожидаемый результат вот такой вот. То есть мы, да, считаем количество дуг, по сути дела, в этом графе. Вот Our Product, четыре болта нам нужно, в четырех болтах по два винта, ну, так условно, давайте тогда на английском, да, четыре болт нам нужно для Our Product, два скрю нужно для каждого болта, и по одному метал нужно для каждого скрю. Соответственно, один на два на четыре получается восемь, восемь частей метал нам нужно, правильно, правильно, метал восемь. И как нам этого добиться? Вот таким вот интересным запросом. Обратите внимание, как мы с вами и говорили. Перечисляемые в имени нашего рекурсивного сети и столбцы, они все должны у нас фигурировать и в нерекурсивной части, и вот они у нас все фигурируют. И для, соответственно, так, да, да, все правильно. И, соответственно, что мы с вами делаем? Здесь выбираем в рабочую нашу таблицу StepPartPartQuantity из таблиц частей наших, где у нас часть является главным продуктом. Выбираем все части для главного продукта. И дальше мы из таблиц частей и также из, собственно, самого нашего этого рекурсивного запроса начинаем выбирать все части. При этом мы количество умножаем из таблиц частей, умножаем на количество из нашего рекурсивного запроса. Выбираем все части по условию, где часть равна своей запчасти. Ну, понятно, да, то есть мы, по сути дела, вот таким образом по узлам дерева нашего спускаемся вниз до тех пор, пока у нас не нарушатся условия рекурсии. Ну, в данном случае пока у нас не будет несоответствия между частью и запчастью. Далее мы, ну, все это, понятно, складываем там, где нужно и группируем, складываем, и мы получаем нашу результирующую таблицу, вот как в ответе. Опять же, ну, здесь просто рекомендую руками, что называется, попробовать этот запрос задавать базе, обращаться к базе с ним. Может быть, попробовать убрать группой, чтобы посмотреть, да, как у нас, и сам quantity, например, тоже, чтобы посмотреть, как вообще у нас сам рекурсивный запрос отработает в таком первом приближении, без какой-то агрегации и обработки его данных в основном запросе. Но еще раз, наверное, важно понимать, пожалуй, самое главное это то, что у нас количество вот этих наших, условно говоря, переменных, по сути дела, названий столбцов, должно везде у нас совпадать. Если у нас не будет совпадения, это будет проблема для запроса, у нас он упадет с ошибкой. И, по сути дела, да, вот здесь у нас union all, вот все, что мы здесь делаем, union ли у нас будет union all, ну, это уже там как бы частности. По сути дела, вот результат рекурсивного запроса, это большая-большая таблица, где у нас там могут быть много повторяющихся данных, которые мы можем сгруппировать по столбцам и так далее. То есть, вот здесь у нас всегда не вот этого, не вот этого приличного вида результата, да, там из семи строк, шести строк сущностных, или вот как здесь, да, результат из скаляра. Результат рекурсивного запроса – это большая массивная таблица, где там будет много всякой разной информации, ждущей своего часа, чтобы быть агрегированной и обработанной как-то более рационально. Ну, еще раз повторюсь, что просто вот для понимания здесь нужно поработать с этим руками и просто покрутить какие-то рекурсивные запросы, поизменять их параметры. Примеры рекурсивных запросов вы можете еще найти в документации Postgres'а. И, ну, еще важно отметить, это, что вот таким образом, с помощью рекурсии, конечно, мы обрабатываем, ну, в первую очередь, какие-то иерархические данные, данные, подразумевающие иерархическую структуру внутри себя. Это, конечно, не те данные, которые бы хотелось хранить в нашей революционной базе, но за неимением лучшего, да, за неимением возможности в рамках, оставаясь революционного подхода, описать граф как-то более эффективным, вот, ну, приходится делать обход графа вот таким образом, по сути дела, графа Хранимова, вот так вот. Так. Опять же, да, это не таблица смежности, повторюсь, это вот совершенно другая конструкция, которая вот из теории алгоритмов, алгоритмов на графах не следует, ей вообще не соответствует. Окей, двигаемся дальше. Дальше у нас на очереди представление, что это такое. Ну, представление, в принципе, довольно простая вещь, это виртуальные таблицы, которые представляют собой результаты выполнения некоторых SQL-запросов. А важно понимать, что представление, в отличие от того, о чем мы с вами говорили ранее, это не реальная таблица, это просто определение, по сути дела, запроса. Представление внутри себя всего лишь сохраняет SQL-запрос и предоставляет дальней... Сохраняет SQL-запрос, назначает ему некий псевдоним, по сути дела, и предоставляет возможность обращаться к нему как к таблице. Соответственно, у нас представление наше, будучи, по сути дела, еще неисполненным запросом, но, может быть, тем не менее, может фигурировать в любых местах наших реальных SQL-запросах, где требуются таблицы или табличные данные. Представления также могут ссылаться внутри себя не только на таблицу, но и на другие представления. Соответственно, в таком случае у нас будет каскадное выполнение представления при обращении к верхнеуровневому. И по цепочке, двигаясь вниз к нашим физическим отношениям, будет, соответственно, выполняться наш запрос. А вообще цель использования представлений – это абстракция безопасности, логическое разделение данных. Ну, мне лично, наверное, больше всего нравится в этом смысле абстракция. То есть мы можем создать слой внутри нашей базы, некий дополнительный слой абстракции, когда даже пользователи смогут обращаться не к нашим физическим представлениям, а к чему-то, например, к чему-то более похожему, вот обращаясь к теме проектирования, к чему-то более похожему на логическую схему или, может быть, даже вообще на концептуальную схему данных. Это уже такие вопросы, немножко перемежающиеся с хранилищами данных, с обработкой данных, с анализом данных, так сказать, на лету, в режиме онлайн, да, вот с тем, что как мы данные агрегируем, собираем их в хранилище, из хранилища их выводим на витрины, делаем улаб-кубы и так далее. И вот тема немножко смежная с этим, она не тождественна, конечно, но поскольку мы еще остаемся в рамках постгресса и обычной революционной СУБД, но, тем не менее, связь, да, очевидно, прослеживается. То есть мы можем несколько упростить работу аналитикам с нашей какой-то конкретной отдельно взятой базой, используя представление как способ формирования нового слоя, нового слоя абстракции. Так, и постгресс также поддерживает, в принципе, материализованные представления, то есть те представления, которые могут быть сохранены в виде физической таблицы, периодически обновляемой либо автоматически, либо вручную. Да, кстати, ну, соответственно, коль скорые представления у нас выполняются на лету в процессе выполнения запроса, обращающегося к ним, соответственно, у нас представления, да, по сути дела, всегда содержат некие актуальные данные, в отличие от варианта физического хранения результата промежуточных запросов. Ну, понятно, что если мы таблицу храним, она у нас, некую таблицу на физическом уровне, мы подразумеваем, что она всегда у нас актуальна, просто по определению, поскольку мы постоянно в нее заносим какие-то данные. Но чисто технически, вот, может быть, удобно хранить какой-то набор агрегатных данных по нашей основной, что ли, схеме данных, потому что не всегда удобно, там, джойнить и группировать, и агрегировать какие-то, какое-то большое количество физических таблиц и, да, какое-то большое количество данных. Поэтому вот представление... Ну, правда, конечно, здесь есть нюансы, что если мы храним какие-то промежуточные данные, периодически их обновляя в виде физической таблицы, мы сокращаем расходы на запросы. Представления нематериализованы. Конечно, расходы на запросы не сокращают, они просто более удобный синтаксис могут предоставлять конечным пользователям. Ну, окей, ладно, это такие темы более абстрактные. Давайте посмотрим на представления вблизи. Представления еще бывают изменяемые и неизменяемые. Да, важно отметить. Изменяемые представления позволяют при этом не только выполнять чтение, но и изменять данные в базовом отношении, на которое они ссылаются, ну, к которому они обращаются. И по умолчанию все простые представления являются автоматически изменяемыми. Для сложных представлений такого эффекта можно добиться, ну, например, используя триггеры, в частности, триггеры instead of. Что значит простое представление? Простое представление является таковым, если оно соответствует некоторым условиям, а именно в списке from должен быть ровно один элемент. В определении представления не должно содержаться предложение with, distinct, group, by, having и вот еще некоторых. Но, опять же, это на верхнем уровне запроса. Мы можем внутри вложить, конечно, поиграться и вложить что-то еще, как бы обманув таким образом систему, что называется. Также не должно содержаться команд union, intersect и accept. И список выборки, то есть то, что у нас между select и from расположено, а именно перечисление наших столбцов, не должен содержать агрегатных и оконных функций, а также функций, возвращающих множество. Синтаксис представления довольно простой. Опять же, используется команда create. Дальше некоторый набор возможных дополнительных команд. Опять же, обратите внимание, можно создавать рекурсивные представления. И после create мы используем дополнительное, обязательное слово view. И дальше имя, собственно говоря, нашего представления. Далее имя, далее представление, по большому счету, задается. Ну, как, например, select-запрос. Вот, например, создание представления комедии, да, из данных некой таблицы с фильмами. Мы создаем наше представление по условию, что тематика, ну, или жанр фильма у нас соответствует теме комедии, ну, соответствует маркировке комедии. При этом обратите еще внимание на нашу select-звездочку. Звездочка в данном случае ведет себя специфически, потому что мы, хотя и вроде бы обращаемся, казалось бы, ко всем столбцам, но на самом деле наша база запоминает при создании, что мы делаем, а именно, вернее, запоминает при создании представления свою структуру, и в дальнейшем, когда мы будем использовать наш запрос, у нас будут выдаваться не все наши столбцы из таблицы фильмов, а только те столбцы, которые были в таблице фильмы на момент создания запроса. Вот пример создания представления с изменяемого представления, но это изменяемое представление, оно имеет ограничения по условию проверки. то есть у нас здесь если мы обратимся, вот мы создали представление Universal Commities, если мы к нему обратимся в дальнейшем внутри по команде insert, с командой insert или update, то мы не сможем вставить или обновить запись, вставить запись или обновить если у нас она не пройдет проверку, если у нас не будет classification, поле classification равно значению u. При этом ограничение по полю kind, вот то, о чем мы говорили при создании представления комедии, а мы обратите внимание еще раз в предложении from, ссылаемся тоже на представление комедии, созданное ранее. То есть мы при добавлении в наше представление второго уровня Universal Commities должны будем соблюсти только по классификации, только по условию classification правильное значение. Мы должны будем добавлять только сроки с classification равно u. А тот факт, что у нас еще на самом представлении комедии было наложено ограничение, то есть на столбец он проверяться автоматически не будет. И у нас соответственно могут быть какие-то ошибки в связи с этим, если у нас нет ограничений дополнительных на наше на нашем базовом отношении. А если мы хотим сделать необходимой проверку не только нашего текущего отношения, представления, к которому мы обращаемся, но и подлежащих представлений, то есть представлений, на которые ссылается наша верхнеуровневая, то мы должны чек-опшен изменить и использовать не локал, а каскейдед. Тогда у нас в случае создания представления по команде на слайду, на слайде, прошу прощения, будет проверяться не только столбец classification, чтобы в нем была маркировка PG, но и столбец kind нашего подлежащего представления комедис, чтобы также маркировка была правильной, в строке по столбцу комедис было значение комеди. Вот еще пример представления, где поддерживаются операции insert и delete, но изменяться будут все столбцы из таблицы фильмов, кроме вычисляемых столбцов. То есть у нас здесь мы выбираем из таблицы фильмов все столбцы, да, вот f.звездочка, но еще мы добавляем несколько столбцов, несколько столбцов, которые вычисляются в процессе, это country и average rating, при этом country code to name это некоторая у нас функция получается и average rating это у нас результат выполнения внутреннего связанного с результат выполнения под запрос select они не соответствуют в данном случае определению простого запроса и они выбираться, они у нас изменяться не будут при использовании insert или update или delete. хорошо, оконные функции в данном случае оконные функции это расширение можно сказать функциональности предложения group by за счет того, что мы можем теперь не схлопывать строки с одинаковыми значениями а оставлять их различными так вопрос можно сделать так чтобы представление выдавало действительно все значения даже добавленные после создания view но в общем случае оно будет выдавать все значения даже после создания view просто здесь вопрос смотрите новые строки оно выдавать будет новые атрибуты внутри таблицы к которой оно обращается оно выдавать не будет вот такой механизм то есть здесь ограничены по атрибутам вы тогда просто должны будете обновить представление после создания а так с оконными функциями как уже я сказал строки не группируются в одну выходную строку и оконную функцию можно определить путем того что она всегда содержит предложение over смотрите здесь довольно синтаксис наверное простой вот с пониманием опять же оконных функций будет сложнее то есть когда у нас есть некоторая функция мы можем предложение использовать после нее предложение over и дальше определить собственно говоря окно внутри которых функция получается у нас будет действовать и для определения окна у нас существует несколько вариантов имя существующего окна ну этого мы касаться не будем а вот partition by order by и определение рамки об этом сейчас с вами поговорим предложение собственно over определяет то как именно нужно разделить строки запроса для обработки оконной функции да предложение partition by дополняющее over разделяет строки по группам или разделам объединяя одинаковые значения выражений partition by и оконная функция вычисляется тогда соответственно по строкам попадающим в один раздел с текущей строкой предложение order by позволяет определять порядок в котором сроки будут обрабатываться оконными функциями а параметр рамки окна позволяет определить набор строк в ее разделе партиции которые будут обрабатываться оконной функцией ну давайте посмотрим на примерах оконные функции если у нас внутри over не определено собственно говоря окно ну по сути дела отработает как просто суммирование вот все значения из столбца salary по сути дела у нас в данном случае подцепятся просуммируются и присоединятся в виде дополнительного столбца sun а вот например а вот что будет если мы в данном случае проведем если мы в данном случае определим среднее жалование но окно определим по департаменту в таком случае мы везде смотрим на каждую строку и по департаменту мы соответственно определяем партицию то есть окно для ну единственное здесь у нас прошу прощения немножко раздобой получился с заголовками и с определением столбцов но дептнейм это департамент но это employee number и salary это salary а average соответственно average salary то есть мы здесь в столбце департамент выбираем имя конкретное прошу прощения название департамента дев develop и наша партиция получается равна вот этому окну наше окно наш раздел оконная функция у нас будет действовать вот в этом вот разделе develop но по каждой строке единственное что в данном случае у нас нет никаких спецификаций для определения рамки окна то есть внутри партиции может быть еще и дополнительное ограничение дополнительная рамка по отношению к строке и у нас получается тогда функционал очень похожий на group buy по департаменту суммируется все жалование и вычисляется среднее жалование средняя заработная плата то же самое по департаменту персонал и по департаменту sales повторюсь очень похоже на group buy первые три столбца извлекаются из нашей таблицы непосредственно а причем для каждой строки таблицы есть строка результата в четвертом столбце оказалось среднее значение вычисленное по всем строкам имеющим то же значение дептнейм что это текущая строка единственное что здесь еще можно сказать если бы у нас было group buy если бы было group buy у нас бы ответ был бы не по каждой строке у нас бы вот это вот все схлопнулось вместе и ответ был бы только один и мы бы не смогли его подцепить не используя каких-то дополнительных учащерений не смогли бы подцепить напрямую к каждой строке нашей исходной таблицы с партиционированием с оконной функцией мы это делаем легко потому что как говорилось в определении результат выполнения оконной функции при использовании оконной функции у нас не происходит схлопывание строк у нас вот этот over наше определение окна не заставляет базу данных все это сжимать воедино в некий ну условно говоря сжимать в кавычках в некий агрегированный результат давайте посмотрим еще на пример с order buy здесь довольно любопытная штука происходит потому что order buy у нас действует так сейчас да по умолчанию с указанием order buy рамка состоит из всех срок от начала раздела до текущей строки из срок равных текущей по значению выражения order buy но об этом чуть подробнее через несколько слайдов так и мы здесь по сути дела вычисляем ранг по жалованию внутри партиции определенной по департаменту соответственно у нас есть департамент у нас есть жалование и вот у нас первое окно develop разработка и смотрим тогда да какой у нас ранг по по жалованию 6000 это максимально в нашем окне да это максимально вот у нас первый ранг и 5200 соответственно следующее значение и 4500 значение номер 4 и 4200 значение номер 5 почему так потому что у нас здесь одинаковые значение жалования и ранг он у нас один но в общем зачете это уже получается третья строка вот это строка четвертая пятая в общем зачете работников что ли да поэтому то есть это пятый это четвертый работник всего и он на четвертом месте но он как бы на третьем месте но по сути он четвертый вот такая немножко сложная логика за счет использования order by rank но в принципе если если вы попробуете это руками вы к этому привыкнете выдает порядковый номер как уже было сказано для каждого уникального значения в разделе текущей строки по которому выполняется сортировка order by у функции rank нет параметров так как ее поведение полностью определяется поведением over давайте еще немножко с примерами здесь у нас тоже вычисление суммы заработной платы но без партиционирования и только с использованием order by для задания рамки окна тогда что у нас происходит поскольку order by у нас действует как было сказано ранее на все предшествующие строки и на текущую то когда мы вот в этом окне начинаем по каждой строке мы проходим повторюсь да начинаем проходить по каждой строке отсортированные отсортированные по жалованию получается что 3500 это наименьшее значение то есть до 3500 у нас просто физически нет меньшего значения то есть физически нет другой строки поэтому здесь только 3500 следующее значение 3900 и здесь уже мы объединяем текущую строку с предыдущей 4200 мы объединяем текущую строку с предыдущими 4500 то же самое опять же да order by идет по salary поэтому мы суммируем не сам суммируем не у нас не экспонент не экспоненциальный рост получается все здесь нормально у нас получается рост по salary 3500 плюс 3900 7400 плюс 4200 1160 11600 ну и так далее и каждая новая строка у нас расширяет рамку нашего окна ну наше окно вернее скажем так правильнее чтобы не путать понятия вот у нас при первой строке окно в виде одной строки прошу прощения для второй строки окно уже из двух строк для третьей строки окно уже из трех строк и так далее если бы у нас было еще партиционирование дополнительно например по опять же по тому же департаменту то у нас было бы тогда внутри вот этого вот окна нашего рамка окна всегда бы двигалась по order by посрочно то есть было бы первое 4200 значения и здесь был бы не rank а сам да было бы тоже 4200 второе значение было бы 4500 рамка окна внутри партиции была бы уже из двух строк и сумма была бы 8700 дальше было бы 505200 рамка окна была бы уже из трех строк и была бы сумма соответственно 8700 плюс 5200 да 13900 и так далее е поэтому вот вот это вот задание окна определение окна оно не взаимоисключающее вот то что здесь приведено а оно взаимодополняющее и мы можем поэтому говорить о том что у нас есть окно внутри которое задается команды over внутри окна мы можем дополнительно еще задать выражение которое нам это окно либо сузит либо как-то специфически расширит и внутри окна мы можем задать еще и рамку по которой будет наша функция проходить чтобы уменьшить или каким-то образом специфически агрегировать наши результаты так как нам это необходимо так хорошо тогда у нас да вот небольшой комментарий по селект по тому селекту который мы с вами только что видели по той оконной функции в общем-то мы это уже все сказали что накапливается накапливается зарплата от первой самой низкой до текущей включая повторяющиеся текущие значения обратите внимание на результат да вот в одинаковых сроках он не просуммировался у нас потому что в данном случае у нас нет ну не просуммировался дважды потому что в данном случае у нас однопорядковая однопорядковый результат для выполнения вот этой команды order by salary то есть 4800-4800 он не не различает как и 5200-5200 поэтому для него это одно и то же он не считает это он ну парсер оптимизатор и так далее вот наш SQL-запрос не рассматривает вот эти вот строки как различающиеся они для него едины и он SQL-запрос для себя внутри своих каких-то оптимизационных процедур нашей СУБД уже учел эту строку и новое идентичное значение для он уже не воспримет задолжение следует an has fav Import с собой задолжение следует дальше DA и